Слава Господу нашему за Его любовь и за безграничную к нам милость, за эту возможность быть в Доме Его, чтобы учиться от Его ног, от Его слов и пребывать в общении друг с другом. У нас сегодня особенное торжественное служение. Во-первых, потому что мы сегодня будем видеть, наблюдать, да, рождение новой семьи, будет сочитываться молодая пара. Это большой праздник, это огромный праздник в жизни молодых людей и церкви. И, во-вторых, сегодня воскресенье, и мы вспоминаем о том, что Христос умер за нас и даровал нам жизнь вечную. Еще один праздник сегодня празднует Европа, я слышал, вы уже в августе праздновали его. Мы сегодня в Украине отмечаем еще праздник преображения. Тот момент, когда Иисус Христос показал Себя ученикам в своей славе, приоткрыл завесу того мира, в котором Он живет. Когда ученики увидели это, им стало так хорошо, они хотели даже остаться там, потому что не видели Бога. Я хотел бы вначале, перед нашей общей молитвой, прочесть один стих из Нагорной проповеди, который записан в Евангелии от Матфея. Это 5 глава, 8 стих. Я думаю, все его знают на память, даже маленькие дети. Там написано, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Современными словами, счастливы эти люди, у которых сердце чистое, потому что они увидят Бога. Интересно, что когда Христос произносил эти слова, когда Он говорил эти проповеди, эти заповеди о блаженстве, Он говорил это не просто одному или двум людям, Он говорил это о большой толпе, огромному числу народа, там было больше пяти тысяч человек, и вот они все ждали, что же им скажет их рови, их учитель. И Иисус говорил то, что они хотели услышать, то, что интересует абсолютно каждого человека, и даже нас с вами, каждого без исключения. Как стать в этой жизни счастливым? Как мне быть радостным в этой жизни? Как иметь это счастье? Иисус Христос говорил то, что так хочется иметь каждому человеку. Сегодня, я думаю, каждый второй, наверное, каждый первый будет желать молодым счастья и здоровья. Обычно так все желают, счастья и здоровья. Но что такое счастье? Что это? Все люди хотят быть счастливыми. Все хотят жить беззаботно. Не думаю, что кто-то хочет специально причинять в своей жизни себе какой-то вред, как-то повреждать свое тело, чтобы потом страдать. Никто не ломает себе в доме ничего там из техники, чтобы потом мучиться, как бы его поремонтировать или как-то отнести по гарантии. Все хотят жить как можно комфортнее, как можно стабильнее, беззаботнее, чтобы все было хорошо. Мы не создаем себе проблемы специально. Нам всем хочется быть счастливыми. Никто не хочет быть несчастным. Вы знаете, я думал над тем, что же такое это счастье, что это блаженство. Я специально не искал, не открывал словари, чтобы не читать, что об этом пишут языковеды. Я на самом деле в Украине когда был, я потратил неделю времени для того, чтобы опрашивать людей, разных людей. Даже просто с улицы я познакомился с парнем и спросил его, как ты думаешь, что такое счастье? Знаете, я получил много разных ответов. Очень много разных ответов было. Люди говорили некоторые, счастье – это когда дети здоровые. Когда твои дети здоровые. Это счастье. Кто-то сказал, счастье – это когда нет долгов. Когда у тебя есть доход и у тебя нет долгов. Это действительно счастье, когда ты крепко спишь по ночам. Когда нет проблем в семье и когда семья крепкая. Для кого-то вот это вот счастье. Одна девочка сказала, это когда папа и мама рядом. Для ребенка это действительно есть счастье. Если все эти моменты объединить в одну какую-то фразу, мы можем сказать, что счастье – это то, когда все хорошо. Когда нет забот, когда все идет по плану, когда человека ничто не тревожит, это и есть счастье. И причем большинство людей, они действительно, они понимали, что счастье, оно не связано никак с чем-то материальным. Вот все старались говорить, что не в деньгах счастье. Хотя многие до сих пор, они пытаются на своем опыте проверить, что не в деньгах счастье. Всегда лица людей кажутся счастливее, когда в кармане что-то есть. Но вот все равно люди понимают, что это не материальное понятие, что это нечто более, нежели просто какое-то материальное благо. Я когда учился в университете, мы, помню, с первого курса проходили такую тему, как пирамида потребностей американского, кстати, ученого Абрахама Маслоу. И вот мне запомнилось, что этот ученый, как бы он вывел некую формулу для счастья. Вот он нарисовал такую пирамиду потребностей, следуя которой от основы к вершине человек обретает счастье. То есть начинается с базовых потребностей в еде, в одежде. Следующий шаг – это потребность в безопасности. Человек хочет, чтобы у него был дом, машина. Дальше идет потребность в любви, отношения, семья. Потом идет эстетика. Тебе уже хочется, чтобы все вокруг было красиво, комфортно. И, наконец, самоактуализация или самореализация в этой жизни, чтобы тебя уважали, к тебе было хорошее отношение. И вот он считал, когда человек достигает вершин этой пирамиды, он достигает счастья. У него все хорошо. Но мы знаем, в мире очень много людей, которые достигали абсолютно всего и при этом не были счастливы. Более того, мы знаем многих, которые не имели ничего в этом мире и были счастливы. Знаете, ученые вывели даже формулу счастья. Некий гормон, который вырабатывает наш организм. Самый известный, их много. Самый известный – это серотонин и эндорфин. Они вырабатываются организмом, когда человек переживает какое-то возвышенное чувство, чувство радости, восторга. И сейчас очень популярные в интернете, особенно рекламы много, диеты, специальные диеты, как питаться для того, чтобы этот гормон все больше вырабатывался. Вот людям хочется чувствовать это счастье, это радость. Но все оно временное. Оно все сводится к тому, что лишь на время человек ощущает какие-то чувства восторга. Друзья, я хотел бы сегодня обратить внимание на тех людей, жизнь которых описана в Слове Божьем. Те, которые действительно знали, что такое счастье, которые в один момент имели все, а затем теряли все. И при этом оставались счастливы. Они делятся своим опытом. И я хотел бы сегодня вспомнить одного человека, чье имя оно и по сей день ассоциируется, наверное, с самой высшим или с высшей степенью развития царства под названием Израиль. Это царь Давид. Это человек, который особо назван в Библии. Его особенность в том, что он был избран непосредственно самим Господом. Когда Бог послал пророка в дом Иесея, Он сказал, избери мне Давида, потому что он муж по сердцу моему. Сам Господь так сказал. Это самая лучшая, наверное, характеристика, которая только может быть в адрес человека. Он муж по сердцу моему. Мне понравилось очень сильно, в одном из переводов Библии написано, избери мне Давида, потому что он так сильно похож на меня. Вы представляете, Господь говорит такие слова о человеке. Он действительно имел успех. Давид имел успех абсолютно во всех сферах своей жизни. Он был настолько могущественным царем, что люди, народности, которые жили вокруг Израиля, добровольно приходили к нему и просили, возьми нас под свой контроль, возьми наши земли, будь нашим царем. Настолько он был великим и могущественным, люди хотели подчиняться ему добровольно. Господь его называет муж желаний. Действительно, это муж желаний, человек, достигший всего, о чем только можно мечтать, всех вершин. Но мы знаем, и в его жизни не все было гладко. Мы сегодня читали тот псалом, где он пишет, что он плачет по ночам, и от слез его постель мокрая. Он взывает, Господи, пощади, помилуй. Господи, посмотри на меня, не оставь меня. Человек, который имеет все, человек, которого боятся и уважают все, он просто смиряется перед Господом. Он что-то знает, он что-то хочет сказать нам. Я предлагаю прочитать отрывок из книги Псалтирь. Я думаю, тоже всем известен этот псалом, псалом номер один, где Давид говорит о том, кто такой счастливый человек. Кто человек блажен. Он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Тот, который не совещается с теми людьми, от которых постоянно идет только нечестие. Знаете, я когда размышлял однажды над этим стихом на молодежном служении, мне пришла такая мысль, а кто сегодня самый такой первый советник всех молодых людей? Когда у нас возникает какой-то вопрос, к кому мы обращаемся, чтобы узнать что-то? Молодежь сразу за телефоном тянется и в Google. Что об этом скажет интернет? О том, чего я не знаю? Это очень популярно сейчас, обращаться в интернет. Это неплохо. Интернет служит для того, чтобы помогать людям, отвечать на их вопросы, в поиске информации. Но стоит буквально на шаг отойти в сторону того, что тебе нужно, и можно такого опыта набраться, мало не покажется. Наша греховная плоть, человеческая греховная плоть, она стремится, постоянно тянется ко греху. Только сила Духа Святого, она может уберечь человека от этих советов, которые не нужны христианину. Давид говорит, он не сидит в собрании развратителей. Этот человек не находится в собрании тех людей, которые заведомо могут испортить его, которые заведомо могут осквернить его душу. Он не стоит на пути грешных. Этот человек, да, возможно, и был когда-то рабом греха, но он оставил этот путь грешных, он последовал за Христом, он пребывает в его слове, и Слово Божие пребывает в нем. Он контролирует свои похоти, свои плотские желания. Это тот человек, который любит Господа. Интересно, что Давид здесь показывает как минимум три пути, по которым грех пытается ворваться в сердце человека. Это через дьявола, который искушает сердце. Это через собственную плотскую природу грех пытается проникнуть в жизнь человека. И через его окружение люди, которые не верят в Бога, отвергают Бога, которые ненавидят Господа, они также могут негативно влиять на этого человека. И дальше интересно, что Давид пишет о том, как нужно поступать. Но в законе Господа воля его. И о законе размышляет он день и ночь. Вы знаете, я для себя здесь нашел такой интересный момент. Давид открывает нам способ, очень действующий способ, узнать, кто для нас является нашим Богом. Что для нас является приоритетом номер один в жизни. Что для нас является объектом нашего поклонения. Просто задумайтесь, о чем мы думаем, размышляем, когда ложимся спать, и наша первая мысль, когда мы просыпаемся. Вот что нас тревожит постоянно перед сном, о чем мы, возможно, в телефоне копаемся и ищем, и вот просыпаемся утром, и первая наша мысль, это то, что является нашим приоритетом. И Давид говорит, что лучше, если бы это был Господь. Лучше бы, если бы мы думали, как бы угодить Господу, и как бы пребывать в Его Слове. Достаточно просто вспомнить, чем мы себя окружаем, что находится вокруг нас, что перед нашими глазами, чем мы обклеиваем свои стены, что мы предпочитаем видеть каждый день. Хорошо, когда это Слово Божие, сам Бог повелевает в книге Второзакония, чтобы Его Слово было всегда перед нами. Он говорит, внушай эти заповеди своим детям, говори их об этих законах, хисите у себя в доме, и идя по дороге, и когда ложишься, и когда встаешь, привяжи их в напоминание на руку, и носи их на лбу, запиши на косяке двери дома своего и на воротах. Господь говорит, пусть мое Слово, пусть мои законы будут перед твоими глазами все время. Именно поэтому Давид дает очень важный совет. Счастливый тот человек, который пребывает в Слове Божьем, в законе Божьем размышляет он о нем день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Он будет успешен, он будет счастлив, он успеет во всех своих начинаниях. Мне этот стих очень сильно перекликается с тем стихом, который записан в книге Иисуса Навина 1.8, мы тоже знаем его на память, да? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что не написано. И тогда что? И тогда будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Счастливый тот человек, в чьем сердце, в чьем сердце свободно от греха, и в чьем сердце живет Слово Божье, в чьем сердце живет Господь, кто пребывает в Его Слове. Хочешь быть успешным, хочешь быть благоразумным, хочешь быть счастливым, исполняй волю Божью, слушайся от того, что говорит Господь. К сожалению, эта формула, эта формула счастья, христианская формула счастья, для многих людей в мире она неприемлема. Она противоречит всем стандартам, нормам, я не знаю, кодексам того, что называют сегодня в мире счастьем для человека. Ведь все вокруг, вся реклама, все, что нас окружает, кричит о том, что счастливый и успешный тот человек, который имеет много денег, который красиво и стильно одевается, у которого есть дорогие вещи, у которого есть уважение среди окружающих людей, у которого есть некая власть. Вот, вот он эталон успеха и счастья. Но Слово Божье, та нагорная проповедь, которую произнес Иисус Христос, а в заповеди блаженства, которые Он перечислил, они противоречат всему этому. Это как бы та же формула, только наоборот. Представьте себе, если мы сегодня создадим семинар такой, организуем и назовем его, как стать счастливыми, пригласим людей. Я думаю, много людей придут на этот семинар. Все хотят стать счастливыми. И тем более, вот сегодня раскроют секрет. И представьте, на этом семинаре мы начнем просто зачитывать эти заповеди блаженства, объяснять людям, что счастлив тот, кто нищий духом, счастлив тот, кто кроткий и смиренный, счастлив тот, кто плачущий, кто милосердный, кто жаждет правды, счастлив тот, кто миротворец, кто чистый сердцем, кто изгнан за правду. Вот счастливый человек. Мне кажется, люди просто начнут вставать и уходить. Это противоречит тому, что сегодня в мире принято говорить о счастье. Главная проблема всех людей в том, что счастье и успех для многих, он характеризуется или определяется его системой ценностей. Чаще всего это связано как-то с материальными благами, какими-то вещами, ощущениями. И многие люди, которые не знают Господа, они разочаровываются в разных ценностях, потому что эти ценности ограничиваются всего лишь пределами или рамками их жизни здесь на земле. Подходит к концу жизнь, и все те вещи, которые казались ценными, которые казались дорогими, которые делали их счастливыми, они оказываются ненужными. И приходит разочарование. Один философ сказал, если мы живем только ради того, чтобы через несколько десятков лет умереть, то жизнь, наверное, самая бессмысленная штука, которую можно было только придумать на этой планете. Действительно, это так. Если жизнь заканчивается всего лишь смертью, это бессмысленно было бы. Друзья, но мы с вами знаем, в чем счастье. Мы знаем, в ком счастье. Слово Божие говорит, что Бог с нами, Он нас не оставлял. Дух Святой, который сошел к нам на землю, написано в Слове Божьем, что Он является залогом наследия вашего. То есть, современным языком, у нас есть гарантия того, что мы однажды воскреснем с тем, кто пришел для того, чтобы отдать свою жизнь ради нашего спасения. Мы будем жить вечно. Иисус Христос пришел, чтобы сделать нас счастливыми. Сегодня будет дано наставление молодой паре. Сегодня много им будет говорить о том, как поступать в жизни правильно. Сегодня будет много чего желать разные люди. Они будут сегодня много слышать о счастье, о благополучии. Но самая основа, самая большая, самая главная основа для счастья каждого человека – это вера в Иисуса Христа. Потому что, имея Бога в своем сердце, мы действительно сможем познать, что есть истинная радость и истинное счастье. И оно не ограничится жизнью на этой земле. Потому что мы надеемся, и мы планируем проводить все наше существование в вечности с Господом. Правда? У нас сейчас будет время для молитвы. Я хочу, чтобы сегодня церковь молилась о том и благодарила Бога за то, что Он послал Своего Сына в жертву за наш грех. Для того, чтобы умереть за наши грехи и сделать нас чистыми перед Богом. Дать нам это чистое сердце, которое позволит нам однажды увидеть Господа. Помните, праздник преображения, я повторюсь, ученики были счастливы от того, что они видели Бога. Им ничего не хотелось. Они забыли про свои лодки, рыбы, сети. Им хотелось просто быть рядом с Господом. Представляете, это состояние, когда они забыли обо всем на свете. Им просто хотелось быть там, жить рядом, построить кущи и быть там постоянно. Они видели Бога. И Христос говорит, блаженные чистые сердцем, они увидят Бога. Друзья, давайте молиться о том, чтобы наши сердца были чистые, чтобы мы все увидели Бога. Давайте молиться о тех, кто еще не имеет этого чистого сердца, кто еще не нашел Господа. Возможно, наши родные, близкие, дети, родители, может быть, кто-то далек еще от Господа. Давайте не забывать и молиться о них с верою. Давайте благодарить за Духа Божьего, который является залогом нашей вечной жизни с Господом. И благодарить Его за то счастье, которое мы имеем в нашем Спасителе Иисусе Христе. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.